Простых россиян власть буквально вытрушивает, берет за ноги и вытрушивает последние деньги, как в случае с наркосправками из предыдущего сюжета. При этом куда большие деньги Путин буквально отдает, просто дарит жителям других стран, например, китайцам. Парадоксально, но богатому Китаю он продавал газ всего по 145 долларов за тысячу кубометров, в то время как его стоимость в Европе была 2000 долларов, а теперь вовсе 3000. Чем объясняется такая любовь и щедрость Путина к китайцам? И на что можно потратить в подаренные им миллиарды в самой России? Давайте посмотрим и посчитаем, как власть могла бы улучшить вашу жизнь, вместо того, чтобы дарить другим странам ваши деньги. Китай годами покупает российские природные ресурсы. Только они покупают весь дисконт. Все это время российское телевидение делало из Китая надежного партнера, с которым не страшны никакие внешнеполитические и экономические угрозы. Однако сам Китай оказался существенной экономической угрозой. Путин думал, что по крайней мере у него есть один мощный союзник. Ну или так вот все эти годы нам по телевизору рассказывали про Китай. Все это оказалось совершеннейшей неправдой. Например, вот как Путин пытается купить Китай газом. Выручка «Газпрома» от поставок газа в Китай в 2020 году составила 44 миллиарда и 300 миллионов рублей, сообщил зампредправление компании «Фамил Садыгов». Известна стоимость поставок 1 тысячи кубометров российского газа. За первый квартал 202 доллара, второй – 182, третий – 144 доллара и четвертый квартал – 126 долларов. Итоговая средняя цена поставок российского газа за весь 2020 год составляет 163,5 доллара. И только одна эта цифра является доказательством несостоятельности Путина как великого геополитика. Почему? Потому что это катастрофически низкая стоимость. Китай фактически является главным бенефициаром этого сотрудничества, а Россия торгует в убыток. Важно понимать, кто именно поставляет в Китай трубопроводный газ. Помимо России, трубопроводный газ импортируется Китаем из Туркменистана, Казахстана, Мьянмы и Узбекистана, говорит главный стратег инвестиционной компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Газ из Мьянмы стоил Китаю 340 долларов, Туркмения получила 210 долларов, а Узбекистан – 180. Россия же, напоминаю, получала 163,5 доллара. По факту, российский трубопроводный газ в 2020 году был самым дешевым для Китая. Но наступил 2021 год, и в лучшую для россиян сторону ничего не поменялось. Для большинства стран мира цены подорожали, а для Китая – упали. Цены на международные поставки российского газа резко выросли, но оказалось только для отдельных стран. Пока Европа вынужденно закупала кубометр топлива за рекордные 2000 долларов, Китай покупал у «Газпрома» за 140 долларов. 2000 долларов – это не постоянная цена, а пиковая. Но в любом случае это в разы выгоднее, чем торговать с Китаем. Но Путин отказался от более финансово выгодного Запада. Мы еще раз убеждаемся, что весь этот великий геостратегический гений Путина, про который нам рассказывают десятилетия по телевизору, – это все вранье. Химера. Замок на песке. Ничего этого не существует. В прошлом году самым крупным поставщиком трубопроводного газа в Китае была Туркмения. В среднем туркменский газ стоил 205 долларов. Средняя цена на российский газ составила 145 долларов. Туркменский газ на 60 долларов дороже, чем российский. Эти 60 долларов за тысячу кубометров – это примерно 600 миллионов долларов, которые россияне потеряли за весь 2021 год. Три бюджета Хабаровска. И вот знаете, сколько составляют траты всего консолидированного бюджета России на скорую помощь? Это примерно столько же. То есть мы могли бы просто для начала удвоить расходы на скорую помощь, если бы не давали Китаю такую бешеную скидку к цене газа. И ведь дальше не становится лучше. До войны Путин заявлял о том, что будет еще один газопровод. Газовое сотрудничество двух держав будет только расширяться. Ведь российские власти решили приступать к строительству газопровода «Силы Сибири-2». Остается вопрос, зачем это все Путину? Почему он продает свой газ именно Китаю намного дешевле ближайших конкурентов? Россия пытается купить именно лояльность Китая по отношению к себе в ООН, чтобы Китай либо поддерживал позицию России в ООН, либо как минимум не выступал против. До войны такой дешевый газ был ценой поддержки России на мировой арене. С начала войны это стала цена за нейтралитет. И чем дальше будет идти путинская война, тем дороже она обойдется россиянам. Вообще тема отношений Путина с Китаем заслуживает отдельного исследования. Понятное дело, диктатор, загнанный своей же войной и санкциями в угол, очень надеется на помощь Поднебесной. Однако вот что Кремль имеет в реальности. Китай берет от России все, что ему надо и с большими дисконтами, при этом сам сокращает и импорт, и экспорт. Еще одна история унижения России, за которую надо благодарить ее пока еще президента. В следующем сюжете. Как только война против Украины началась, то немедленно вся эта вековая путинско-китайская дружба посыпалась как карточный домик. Он имел большие надежды на экономическую поддержку от Китая. Конечно, рассчитывала она и на продажу китайского оружия. Однако у него ничего не вышло. Теперь он сидит без какой-либо поддержки. Китай, опять вернусь, потому что он официально не ввел санкции, но при этом он не является тем союзником, на которого рассчитывала Россия. Массовая антивоенная политика не оставила выбора. Никто не должен поддерживать кровопролитие. Очень жесткие переговоры Соединенных Штатов с Китаем показали, что любая компания, государственная, частная, которая будет сотрудничать в зоне санкций, будет иметь вторичные санкции. Хоть Китай официально и держит позицию нейтралитета, особо не делая заявлений на тему русско-украинской войны. Практически все их реальные действия после 24 февраля были направлены на прекращение сотрудничества с Россией. На деле они сворачивали экономическую активность в России, особенно это касается инвестиций. Никакого параллельного импорта под санкционных товаров с Китая Россия не получает. Но многие в России и сегодня верят, что Китаю финансово выгодно торговать с Россией. Однако это далеко не так. Китайская торговля очень зависима от рынка ЕС и США. По сути, перед Китаем появляется выбор. Либо они будут частью мировой экономики, либо они торгуют с Россией за жалкие 2%. Понимая, что у них может быть выбор, либо вы часть этой торговли, либо России, естественно, они выбирают часть мировой. Отдельно стоит сказать о частных китайских компаниях. Частные компании намного более законопослушны и американопослушны. Почему? Потому что практически все большие частные компании имеют связи с американским и европейским бизнесом. Любые потери, любые санкции сбоку европейцев или американцев – это удар, который может обанкротить любую китайскую компанию. Есть исключения, но они очень маленькие. Но торговля – это далеко не все. Китай сказал, что если россияне, российские авиакомпании прилетят в Китай на самолетах, которые были взяты в лизинг и украдены, то Китай арестовывает эти самолеты и возвращает их лизингодателю. Сегодня, по сути, Китай прекратил все взаимовыгодные отношения с Россией. Философия российских чиновников используется против них самих. Сильный эксплуатирует слабого. Теперь с позиции силы говорит Китай, а российские чиновники готовы пойти на все. Китай, в первую очередь, хочет от России руду. И они покупают эту руду. Не металлоконструкции, без обработки, просто руду. И теперь власти РФ прогнозируют восьмилетнюю стагнацию металлургии. Это касается и нефти, и газа, причем покупают они с большим дисконтом. От 30 до 35% дисконт Китая на покупку любого сырья. Кроме того, Китай не только использует Россию, а, по мнению экспертов, готовит еще и почву для дальнейших политических изменений. Китай, скорее, может быть заинтересован в том, чтобы Россия настолько ослабла, чтобы Китай восстановил, скажем так, территориальную целостность над теми территориями, которые в свое время Россия в ней забрала 100 лет тому назад. Китай это помнит. Стратегически Китай заинтересован в ослаблении, доведении до уровня вассала, причем очень такого крутого вассала, который готов на все. Да, Китай сегодня хочет получить часть своих территорий. Не военным путем, нет, а экономической зависимостью, о чем рассказывает эксперт. Где-то через 5-6-7 лет Китай начнет захватывать экономически, культурно, а потом и политически огромные земли.